Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях глава города, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, председатель Чебоксарского городского собрания депутатов Леонид Черкесов. Леонид Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Леонид Черкесов, председатель Чебоксарского городского собрания депутатов, дважды избирался от округа номер 10, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. В 1999 году был признан лучшим хирургом Чувашской республики, автор многих научных трудов. С 2002 по 2010 годы главный врач городской больницы номер 7. 19 октября 2010 избран главой города Чебоксары, женат, воспитывает двоих детей. В свободное время любят работать в саду, вместе с семьей заниматься плаванием и лыжным спортом. Любимый композитор и исполнитель Юрий Антонов. Любимая книга «Война и мир» Льва Толстого. Недавно в соавторстве издал учебное пособие по хирургии для студентов медицинских вузов. Леонид Ильич, наша программа выходит в эфир в преддверии Дня города. Чебоксары будут отмечать очередной праздник. И обычно горожанам предлагается очень много мероприятий именно 15 и 16 августа. Насколько я знаю, праздничные мероприятия уже начались. Вот что буквально сегодня уже прошло? Действительно, очень много мероприятий проходит и накануне Дня города, и в самом День рождения. Очень много мероприятий и спортивного, и культурного характера. Наша задача была, чтобы каждый горожанин мог найти мероприятие по душе. И была возможность участвовать в этих мероприятиях, в праздничных мероприятиях. И эти мероприятия уже начались. День физкультурника, посвященный Кодню города. Прошел ночной велопробег. Очень много велосипедистов. Действительно интересно, здорово было. Уже прошло общественное признание. В этом году по 14 номинациями, 126 номинантов. И действительно, больше и больше горожан участвует в этих мероприятиях. Активная часть горожан как раз участвует в этих номинациях. Здесь в этом году стал Сергей Григорьев, учитель технологии, который на берегу Волги спас тонущую женщину. Мы провели конкурс, ежегодно традиционный конкурс на вручение заслуги перед городом Чебоксары. Это почетных гражданин города Чебоксары. В этом году мы их двое. Это Ильяной Роберт Анатольевич, который долгое время поработал и министром жилочно-коммунального хозяйства, который долгое время работал в сфере ЖКХ города Чебоксары. Ну и сейчас он, несмотря на преклонный воздух, продолжает активно сотрудничать с городскими властьями, депутатами Чебоксарского городского собрания. Он является членом Совета старейшин города Чебоксары. Следующая кандидатура – это Волков Владимир Егорович, доктор медицинских наук, профессор, который один из основателей хирургической школы города Чебоксары. Долгое время был деканом медицинского факультета. Он дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Много он сделал, будучи депутатом Верховного Совета СССР, для укрепления материально-технических баз наших лечебных учреждений. Он активно участвовал в выделении средств строительства Республиканской стоматологической больницы, Республиканского перинатального центра. Это президентский перинатальный центр. Очень много мероприятий действительно пройдет и завтра. Традиционно накануне Дня Города мы открываем социально значимые объекты. Это открытие детского сада. Детский сад мы назвали «Стрижи». Как раз в честь легендарной пилотажной группы в северо-западном микрорайоне Волжской 3. Это открытие стадиона, нового современного стадиона в юго-западном микрорайоне. Это и открытие для жителей поселка Ольгешево, тоже очень важно, почты. Это и переселение светкоаварийного жилья. Завод же сдается, новый дом, переселение. Это еще много таких социально значимых мероприятий, открытий. Ну и открытие нового производства. «Каскадгрупп» открывает новые производства. Новый производственный корпус, новый административный корпус. Для нас это тоже новые рабочие места, это новые производства высокотехнологичные. И для нас это тоже очень важно. Ну и что касается праздничных мероприятий. Конечно, День города. Мы традиционно начнем с утренней зарядки. И здесь важно звездой будет Сергей Харитонов, известный российский спортсмен. Известный в первую очередь единоборствах, восточных единоборствах, как бои без правил. И он чемпион России в профессиональном виде, чемпион мира. И очень много он известный, до сих пор действующий боец. Чапоксарские ястребы будут на зарядке. Далее, Аня Тельевич, вы так плавно перешли к спортивному наполнению праздника. Будет спортивная зарядка традиционная, ястребы тоже будут участвовать в зарядке со звездой. Какие еще спортивные мероприятия пройдут в Дни города? Ну, накануне 15-го это будет действительно 8 боев. Один из боев за звание чемпиона Европы. Это стадион «Спартак», 8 вечера, 20.00. Следующее спортивное мероприятие – это Кубок дружбы. Тоже финальные игры заканчиваются как раз накануне Дня города. Здесь 21 семлячество Чувашской республики будет соревноваться между собой по мини-футболу, по волейболу, перетягиванию каната, плаванию. Что касается других спортивных видов, это и парусная регата на нашем заливе. Практически 16-го числа весь день и залив, набережная Волги. Будет занята и парусная регата, и байдаричники будут заниматься, и аквабайк. Новый вид соревнований – это на лодках-драконах конкурс. Это тоже будет интересно. Около 8 команд сейчас зарегистрировалось. У нас есть соседние республики, приезжают по водным видам спорта. Мы говорим, что водные виды спорта мы будем развивать, живем на берегу Волги. У нас прекрасный залив, и очень много мероприятий будет как раз именно на заливе, на водной глади, акватории берега Волги. Как раз у нас открыта федерация по водным видам спорта, они будут показывать свои достижения. Но у нас еще и небо задействовано будет, все стихии практически. Да, но действительно для нас здесь очень важно. Главе республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву удалось договориться с министром обороны о Шойгу. Министр обороны дал согласие, что вновь к нам прилетают стрижи. Легендарная, знаменитая пилотажная группа военно-воздушных сил России. И основные летные составы – это тот же. Они обещали показать новую программу. С каждой школы будут выделены автобусы, и они будут по графику вывозить каждую школу своих детей на показ стрижей. Вот это кто-то из родителей захочет организованно обратиться на ту школу, в которой ходит ребенок. Там организованно с каждой школы будет доставка детей. В этом году мы определили специальную площадку. Здесь будет действительно школа патриотов. Здесь будет показано показательное выступление и наших лучших, можно сказать, спецподразделений нашего города. Здесь будет разборка и автоматов. Вот такая целая программа патриотического воспитания наших детей. А самое главное – дети могут посидеть в кабине стрижей, дети могут сфотографироваться. Будет и сувенирная продукция. Как и у нас в прошлом году такое столпотворение было, в этом году мы решили организованно, планомерно, по графику детей вывозить. Вот каждая школа, определенные часы определены, определенное количество детей. И они будут вывозить организованно, будут присплавлены бесплатно автобусы, вывозить на просмотр. И хотим, чтобы это было централизованно, организовано. Но хочу отметить, что все праздничные мероприятия на праздничные мероприятия города из бюджета средств не тратится. Вот и стрижи, она к нам прилетает, они совершенно бесплатно. Только наша задача, чтобы их достойно встречать, эту команду. Конечно же, наши гостиничные учреждения, кто-то бесплатно, кто-то за умеренную плату предоставляет номера для проживания наших прославленных летчиков и техников. Следующая задача, чтобы их, конечно же, гостеприимство было наше, мы кормили их, показали все мероприятия, которые в рамках него города проходят в городе Чебоксары. Ну и авиационным керосином мы заправляем. А стороной гонораль практически, вот именно благодаря договоренности главы республики, министра обороны, они совершают гонорар, который обычно гонорар составляет 3,5 миллиона, может в этом году еще больше. Это он не берется. И поэтому я хочу сказать, вот приезд и этой группы, и многие мероприятия у нас в городе проходят бесплатно. А самое главное, вот если посмотреть творческий бульвар, который вот проходит уже традиционно в городе Чебоксары, и мы говорим, что многие горожане сами по своей инициативе участвуют и показывают автомобили. Здесь мы в этом году расширяем и спортивный бульвар, и многие художественные коллективы, многие мастера художественного промысла. Они будут показывать свое мастерство. Если в прошлом году 80 площадок, в этом году планируем еще больше площадок. Я думаю, что около 100 площадок будет, которые будут демонстрироваться с улицы Гагарина. День города будет перекрываться улицы до улицы, буквально до Красной площади улица будет перекрыта. И я знаю, что на 16 августа завершение будет у города такое, у дня города такое масштабное, яркое. Фейерверк ожидается, да? Действительно, с 16-го, начиная с 10 часов с утренней зарядки, придя на Красную площадь, можно уйти только за полночь. Мы говорим, что и транспорт работы продлеваем, а подряд будут мероприятия. А новые мероприятия, то, что в этом году у нас впервые, затем за последние годы проходят, это фестиваль воздухоплавателей. Это 15-го, 16-го. Это около монумента матери, в Печевском более 10 аэростатов будут давать показательные выступления. Будут поднимать горожан и будут показывать горы Чебоксары с высоты. Птичевые полеты. Каждый мог здесь подняться на аэростатах, убедиться. Вечернее шоу аэростатов. Это очень красочно, очень ярко будет по воздухоплаванию. Я думаю, что очень интересное шоу готовится. Я уже отметил, что более 10 аэростатов. Такое интересное что-то новое. По водным видам спорта в течение сегодня, начиная с 11, заканчивая до 16 часов, по заливу, на набережные залива и акватории берега Волги будут проходить это мероприятие. Лучшие номера Чувашские эстрады будут показаны на Красной площади. Ну и завершение 16 числа торжественное мероприятие по поводу открытия. Такое яркое, красочное будет Дня города. Это начало 20 часов. И, конечно же, это подарок для горожан будет группа «Звери». Праздничная программа более часа продлится. Ну и завершение, логическое завершение Дня города – это фейерверк. Я думаю, что тоже будет интересно. Новую программу обещает тоже фейерверк. Спасибо большое, Леонид Ильич, что пришли к нам в студию. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Надеюсь, что празднование Дня города уже началось. Надеюсь, что оно продолжится в таком же ритме, в таком же темпе. Очень всем понравится. Дорогие горожане, с Днем города! Я приглашаю всех вас на праздничные мероприятия. Пусть каждый найдет мероприятие по душе. Понравится вам мероприятие и примет участие в праздничных мероприятиях. С праздником! Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели сегодня наше актуальное интервью. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok